Кутаиси Население города 170 тысяч человек Река имеет огромное значение для региона Тут развит рафтинг, стоит гэс, вода используется для рожения полей и многого другого Если гулять по правому берегу, то можно увидеть весь колорит старых достопримечательностей и вековые дома А на левом берегу располагается уже современный Кутаиси С множеством новостроек и зданий в стиле модерна История Кутаиси насчитывает по разным данным от 2800 до 3500 лет В этом городе мы решили заселиться в отель, который будет на исторической улице, а еще лучше со своей историей Поэтому идем на букинг и ищем такое местечко с максимально высоким рейтингом и приемлемой ценой Мы специально не снимали какую-то квартиру, либо какой-то современный отель А мы приехали в гостиницу, где все пропитано историей Кутаиси Здесь раньше был большой еврейский дом, а сейчас эта гостиница сохранена со всеми своими атрибутами Вот пол, потолок, потолок, наверное, около 4 метров Это все сохранена, вся эта лепнина на потолке И вся эта мебель, которую мы сейчас трогаем, можем посидеть, погладить даже ее Вот эти все дверцы, это все старое Это сохранилось, наверное, еще от прежних хозяев, которые здесь были Конечно, тут и современного очень много Это кровати, это полностью туалетная комната, телевизор, кондиционер Тут все располагают к тому, чтобы здесь можно было комфортно проводить время А вишенькой на торте вообще этого номера является балкон, потому что он выходит на улицу в Кутаиси И мы сейчас находимся в еврейском квартале, поэтому сама улица, она также пропитана историей И здесь можно послушать пение птичек, а вечерком попить кофе, чай, может даже винчика И погрузиться в вайп и атмосферу этого города Мы впервые останавливаемся в отелях такого плана, и я вам хочу сказать, что в этом есть определенная изюминка Особенно, если вы останавливаетесь в таких исторических городах, как Кутаиси И знаете, мы подумали, что в будущем в других исторических городах мы будем искать отели такого плана Чтобы полностью погрузиться в эту атмосферу и историю Вся мебель, картины, потолок и другие предметы быта остались со времен прошлых хозяев Это не отель, а настоящий музей На букинге цена все же нам показалась высоковата, но если обратиться напрямую в отель, а ссылочку я оставлю в описании, то цены очень даже приемлемы К примеру, свой номер мы сняли за 150 лари в сутки Долгое время Кутаиси, несмотря на должное развитие, был вторым городом Грузии после Тбилиси Но после того, как власти резкими темпами принялись развивать Батуми, Кутаиси стал третьим городом Этот город сильно недооценен туристами, и в этом видео мы вам покажем почему И первое место, куда мы направимся, это Калхидский фонтан Но если вы находитесь в Кутаиси, я думаю, что просто пройти этот фонтан невозможно Даже если вы будете где-нибудь на краине жить, все равно этот фонтан находится в самом центре города И какие-то тропинки будут к нему подводить Это Калхидский фонтан На фонтане находятся 30 позолоченных фигур, которые являются точной копией образов Калхидской культуры Калхи – это собирательное название древнегрузинских племен, занимавших территорию Юго-Восточного и Восточного Черноморья Я рекомендую сюда еще прийти вечером, потому что он подсвечивается И эта подсветка придает свою сказочную и мистическую атмосферу Мы изначально подумали, что сюда к этому фонтану подходить нельзя Потому что улицы и дороги очень широкие, по кругу нет ни одной земры Но потом мы увидели, как сюда подошли как туристы, так и местные И сами решились подойти Был один момент, когда проезжала мимо полицейская машина и что-то говорила в рупор Я говорю, Ярослав, это может быть нам? Но на самом деле нет, это какой-то машине там что-то сказали И все, поэтому можете смело подходить сюда и делать прекрасные фотографии на фоне этого фонтана Только ленивый не рассказывал про этот мост И это Белый мост в Кутаисе Это самый популярный мост в городе, а также он полностью пешеходный Раньше поговаривали, что молодежь прыгала с моста в реку Рионе Но сейчас уже давно никто не прыгает Наверное, скорее всего, молодежь раньше была более-менее посмелее Либо же просто сейчас это стали запрещать на уровне закона Поэтому, кто знает, напишите в комментариях, почему сейчас сюда никто не прыгает Но я даже не за какие коврижки бы отсюда не прыгнул Но, скорее всего, наверное, раньше и река была более полноводной Во все времена на этом мосту назначались свидания Кстати, их и сейчас здесь назначают А все почему? Да потому что это удобно, практично Рядом находится кафе Считается, что это самый красивый мост в Кутаисе Но, на наш взгляд, все мосты имеют свой шарм и достойны внимания И когда мы ходим по этому мосту И здесь есть такие вот стеклянные окошки Они тут практически везде затерты И как бы не видно реки Но когда попадаешь на такое вот окошко Я теперь понимаю людей Мне очень стрёмно, мне очень страшно Потому что я вижу, что там река У меня под ногами она протекает Когда соли так вот шли, просто уткнувшись вниз И мы остановились и быстренько разбежались в разные стороны А еще здесь есть такие вот надписи На грузинском Мы спросили у местных Оказывается, это просто цитаты каких-то грузинских поэтов Визуально мост знаменит статуи мальчика с двумя шляпами Это персонаж фильма режиссера Шангилая Необыкновенная выставка 1968 года По сюжету фильма его главный герой идет по Белому мосту И показывает другу мальчика, сидящего на периле Мальчик хватает шляпы этих двух беседующих и прыгает в Рионе Вот таких мальчиков рисует Пикассо Все, я вырублю его Мальчик, почему революбит? Превозходная натура Боишься, мой мальчик? Да, дядя, боюсь Ну-ка, встань Осторожно Заходи Закрой глаза Таким образом, мальчик, это вот статуя на Белом мосту Это своеобразная реализация идеи этого фильма И тут не только мальчик сам и похож на того героя фильма Но даже и зафиксирован тот момент, когда он повернул голову вправо и схватил эту шляпу Кроме самой этой сцены, также можно увидеть в этом фильме, как люди купались в реке Орионе на белых скалах Вот там у них были своеобразные пикники А также там уже зафиксировано на видео, как дети, там, либо школьники прыгали с этих белых перилов этого белого моста прямо в реку, а также с соседнего отеля Сейчас начало лета, и на мосту можно уже видеть туристов Я представляю, что здесь происходит в июле, августе и сентябре, в принципе Поэтому, если вы захотите сделать фотографию с мальчиком, то придется отстоять очередь А сейчас, как вы можете заметить, я нахожусь после здания полиции Но это не просто здание, это бывший дом вора в законе Гии Кутаиского Еще в 90-е годы он позвонил начальнику милиции города и сказал, чтобы тот прекратил преследование всех воров в законе Иначе же он начнет охоту на сотрудников милиции и на членов их семей В итоге администрация города отнеслась к этому с юмором и конфисковали дом вора в законе Теперь это уже здание полиции Ну а сейчас мы идем по мосту, который называется Цепной мост Ну я думаю, что судя из этих цепей, вы и понимаете, что мост называется Цепной, потому что здесь цепи В принципе он не пешеходный, тут ходят машины, но тем не менее он от этого не перестает быть более интересным То есть такая вот река просекает, блин, как стрёмненько, да, такие вот гостиницы аутентичные, да, такие классные, красивые Да, и туда классный вид, там горы, прямо вот на горы открывается весь лейзаж Блин, круто, конечно Храм Баграта возвезен в Кутаиси в правление Баграта III в 1003 году Вплоть до нападения турок в 1691 году храм стоял целый и невредимый Во время осады турки заложили порох и взорвали Впоследствии рухнул лишь купол, но храм устоял Вообще храм Баграта это визитная карточка Кутаиси, отсюда простирается просто неописуемый вид на город И изначально вообще само поселение Кутаиси был именно здесь, потому что внизу, там где вот нижний Кутаиси, там были непроходимые болота А вообще сам храм, он несколько столетий стоял в руинах и лишь только в 2012 году было принято решение его восстановить Весь интерьер это новодел на 99%, фресок здесь нет, вся облицовка поздняя Более того, некоторые участки храма оказались невоспроизводимы, поскольку историки вообще ничего о них не знают и как они выглядят Поэтому реконструкторы не стали заниматься самодельностью, а заменили эти участки железными конструкциями, чтобы сразу было видно, где исторические стены, а где условные Так или иначе, сейчас мы можем наслаждаться красотой восстановленного храма Баграта Таким, каким его наблюдали десятки веков тому назад великие грузинские цари Но из-за того, что он восстановлен на две трети, там нет исторической ценности В 2017 году ЮНЕСКО удалило храм Баграта из списка всемирного наследия Так как все-таки реконструкция нанесла масштабный урон ценности и подлинности самого храма Первое, это можно тут наблюдать рассвет, потому что он выходит солнце из-за гор Также можно тут, как мы, вечером просто побыть Также тут красивые закаты и особенно отсюда классно видно ночью То есть город, когда он подсвечивается в огоньках, также подсвечивается сам храм Поэтому сюда в принципе можно прийти в любое время суток и вы просто кайфанете от самого визуала Вот там вдалеке виднеются горы, это не что иное, как Рачинский хребет Если сюда приехать зимой, либо ранней весной, то можно увидеть, как они заснежены, такие шапочки И это вообще смотрится особенно круто И вот когда прогуливаешься по этим старым улочкам, ощущаешь себя, как будто ты где-то в 18-19 веке Прям все эти вот здания, они напоминают о том, что сейчас не 21 век, а мы как будто вернулись в прошлое А сейчас мы находимся на Кутаисском рынке, это один из крупнейших рынков Грузии, который торгует продуктами Он занимает огромное количество пространства, тут даже где-то примерно целый квартал И здесь такое типовое строение, как их было множество еще во времена СССР Рынок работает 7 дней в неделю, с 8 до 6, что очень удобно Здесь вы найдете свежие и недорогие продукты Однако рекомендуют приходить сюда после обеда Конечно, ассортимент уменьшается, но цены становятся доступнее Но не забывайте торговаться, все-таки это Кавказ Друзья, этот рынок, на мой взгляд, к посещению обязательно Здесь не только можно купить какие-то овощи, фрукты, мясо, орехи, черчелу, вино, чачу Но и также пообщаться с доброжелательными, веселыми грузинами Тут ощущаешь такой вот быт грузинский, и такой вот атмосферный, и колоритный Есть такой шарм в этом рынке, я вообще люблю, обожаю такие рынки Я в каждом городе, в каждой стране захожу, вот такие вот именно домашние и общественные рыночки Потому что в них есть такая вот своя изюминка, я прям кайфую от этого Вообще, меритинский сыр пользуется популярностью во всей Грузии И на этот рынок приходят не только туристы, но и съезжаются люди со всей Грузии Для того, чтобы тут купить какие-то сыры, соленья, мясо и так далее Поэтому здесь однозначно и цены пониже будут Это не такое уж распиаренное туристическое место Что-то ходят сами грузины и сами местные Поэтому здесь будет все вкусное и прям по цене сладкое Короче, надо что-то купить, давай чачу купим Чего? Самый такой уж не наезд, офигенный грузинский чача Такая, что-то она ухажбодрила Наразовывали такая чача? Ну, как бы я чачу не очень, но больше коньячок Но чача тоже вещь классная, особенность она хорошо приготовлена Я знаю, что многие туристы сюда приезжают дважды Первый раз просто поглазеть, а второй раз уже перед отъездом из города Чтобы уже там конкретно закупиться и затариться Поэтому мы, наверное, сделаем то же самое Мы сейчас просто посмотрим это все Но перед отъездом, если время будет, то мы, конечно же, тут что-нибудь прикупим И вот я себя поймал на том, что на этих рынках я как будто на машине времени погружаюсь в свое детство Вот там вот была такая атмосфера царила Вот это все, такие уже были прилавки, даже весы я и то увидел еще из того времени, когда я был маленьким Так что это вообще такое, там не то что колоритное место А даже и напоминает мне о тех временах таких, как какие-то были волшебные и сказочные, которые были в детстве Следующее наше место это Золотой Шатер Это бывшая резиденция царя Эмеретия Вообще первые упоминания о нем были в 15 веке От здания, в принципе, осталось очень мало Именно оригинальных каких-то там построек Поэтому это уже как бы реставрированные Мы сейчас хотели туда попасть, но, к сожалению, там сейчас косят газон И в целом сказали, что для посещения закрыт В такую зашли кафешку интересную И нам дали вот таких вот две, я не знаю, как так называется Кто знает, напишите комментарии Таких вроде как зелень и курица Там, не знаю, там еще есть какие-то овощи, что-то еще Но, тем не менее, довольно-таки прикольная штука Ну, такой вот чай попить Вот интересно упаковано в такой крафтовой веревочке Бумага такая Интересно такое Подача Мне нравится, прикольно Ну, давай пробовать Это чем-то похоже на шоуруму Но только что здесь просто лаваш Тут овощи, салат, петрушка, какая-то зелень, курица Блин, в общем, даже приятная такая Учитывая, что за две штуки семилари, я думал, будет похуже Нет, на самом деле, это очень классная штука Кстати, в Патуме я такого не видел ни разу Огурец не резанный А вот он целиком идет Вот половина огурца и половина мяса И что самое главное, это еще не полезно Мясо Белое Обычное У меня подарок Сердце старого города Кутаиси Это Королевский квартал Из 38 зданий и 6 улиц, построенных в 18-19 веках Королевский квартал очень живописен и компактен Улицы, выложенные булыжником, величественное здание, чистота Многие туристы сравнивают атмосферу старого центра Кутаиси С атмосферой европейских городов Тут есть одна улица, довольно-таки интересная С такой саркой железобетонной Где написано по-французски Мон плесир, что в переводе означает Мое удовольствие Хотя гугл-переводчик почему-то переводит как Не за что А уходом в арку вы можете обнаружить стену На которой на грузинском языке написано много-много раз Я тебя люблю А напротив нарисована девушка с голубыми волосами По слухам, это рисовали французские художники в 2016 году Но, как мы видим, вандалы рисунок уже испортили Ну и здесь же, в Королевском квартале Возле гимназии номер один Можно увидеть памятник Маяковскому Я к нему не зря подошел Потому что в школе я этого парня, ну, не особо недолюбливал Потому что стихи у него так себе учились Там рифма была, ну, такая себе То ли дело Пушкин, Лермонтов, Есенин Вот эти ребята вообще Прям на изи просто все учились А вот к ним у меня как-то не особо сложились отношения Ну, в плане его творчества Друзья, если вам нравится то, что мы делаем И вам такой контент заходит То дайте нам об этом знать Поставьте лайк этому видео Подпишитесь, напишите комментарии Нам будет очень приятно Город Кутаиси сам хоть и компактный Но я рекомендую скачать все же Такси Яндекс, Болт, либо Максим Потому что были случаи, когда даже у меня знакомый Прилетал сюда на самолете И с аэропорта до города С него взяли 150 лари А на деле по приложению выходит не более 25 лари Поэтому обзаведитесь приложением заранее Чтобы не переплачивать кругленькую сумму Ты, Воля, что, плачешь? Да Потому что нехороший человек принес кошку свою Вон она плачет домашнюю И оставила ее Переноску выкинул А сам собрал все и ушел О, она плачет кошка Мы ее погладили уже Она вроде бы успокоилась Но все равно плачет Теперь плачет кошка и плачет Оля Да, не делайте так Она сейчас боится И не знает, куда ее деться Вот вы представляете Оля сейчас нашла приют Тут в Кутаиси И пишет им в фейсбук Где находится кошка И чтобы они приехали Ну, если по возможности забрать ее Вот такой вот человек Не может пройти мимо По крайней мере сказала Что все, что я могла Я все сделала То, что с собой забрать мы не можем Еще одна достопримечательность Кутаиси Это канадная дорога Она была построена еще в 1961 году Еще в советские времена Это не просто как развлечение туристическое Это своеобразный такой транспортный узел Где люди могут добраться на верхнюю станцию То есть, представляете, если бы, допустим Надо было идти пешком То пришлось бы идти в горы Это очень долго, да и неудобно А здесь буквально за пару минут Можно добраться уже до верхней станции Само расстояние до верхней станции 300 метров И высоту оно находится на 50 метров И это не просто развлечение Это такой транспортный узел Когда можно перебраться с одной стороны берега На другую сторону Как туристам, так и горожанам Обратите внимание, какая она старенькая Вот эти двери, они вот похожи Если помните, старые автобусы такие были И карусы Многие могут сказать, что они не очень надежны Но я вас уверяю в том, что они сделаны из качественных материалов И проходят своевременную проверку Канатная дорога открыта для передвижения каждый день с 12 до 20.00 Стоимость проезда всего 3 лаи в одну сторону на человека Кабинка вмещает в себя достаточное количество человек Которые могут как сидя, так и стоя перемещаться от одной станции к другой Одним нельзя ездить, надо, чтобы было сопровождающим Он принимает билеты и закрывает дверь Буквально перед нами кабинка заехала, забитая людьми Но нам с Олей очень повезло, и мы едем в ней одни Ну и сразу, когда вы выходите с верхней станции Канатной дороги, сразу можно увидеть такую эльфовую башню И здесь парк аттракционов детский Есть аттракционы, как и совсем для маленьких детей, так же можно и для взрослых И если вы здесь будете с детишками, то обязательно останьтесь Здесь на хотя бы пару часиков Вам тут точно понравится По мороженому сейчас мы выберем Можно, пожалуйста, два? Вот это, четырёвая В такую жару мороженое просто это то, что нужно Залетает просто на ура Мы здесь сидим, рядом пахнет тупкорном Тоже так аппетитненько Но мороженое охлаждает А ещё оно очень вкусное в Грузии, кстати Итак, мы сейчас находимся возле торгового центра Кутаиси Это скульптура с камерой Амашукели Василий Яковлевич Именно он впервые внедрил в Грузии синематограф Но это как мы какое-то отношение имеем тоже к видео Поэтому мне будет приятно с ним познакомиться И вот когда мы просто ходим и прогуливаемся по верхней части города То здесь просто кругом одни локации для фотографий Мы сделаем фотографии и просто кайфуем Так вот останавливаемся и наслаждаемся этим видом Тем более сегодня ясно и видны даже горы Вот, они уже такая маленькая дымка там Сейчас мы находимся в ботаническом саду Кутаиси История этого сада началась в 19 веке, в 1969 году За годы его площадь существенно увеличилась От этого он стал вторым ботаническим садом в Грузии В нём представлено около 700 видов деревьев, растений, кустарников из разных уголков мира Многие из них занесены в Красную книгу Сейчас заходим в такую оранжерею Здесь столько цветов И сразу так чувствуется, как в парнике, да, Жира? Ну красиво здесь, кто любит цветы и любитель таких вот растений Тут может прийти тут пообщаться Тут два мужчины, одна женщина И вот они здесь ухаживают, поливают это всё Была бы тут моя мама, она бы точно это оценила Она просто помешана на цветочках Но я, к сожалению, небольшой любитель цветов Оля, в принципе, и тоже То есть таких вот Она, наверное, как бы любит, когда ей дарят Но вот что-то так вот Когда они растут Я особо говорю На горшочках не очень нравится, да? Я бы сказала, что просто Такую себе оранжу Я бы не хотела Основной достопримечательностью этого сада является этот вот дуб Он в диаметре 2 метра А высота 45 метров Но самое интересное в том, что там внутри полость Она образовалась естественным путём И сотрудники сада уже думали, что дуб не выживет И они запереживали Но, к удивлению, он зеленеет каждый год И там, в этой полости, директор сада решил сделать такую небольшую церковь Они взяли такую дверьцу И местные жители принесли туда иконы И теперь это такая небольшая церквушка Туда можно прийти, помолиться И довольно-таки места там очень много То есть, если, допустим, я сейчас зайду, то я захожу И здесь ещё человека 2 Кроме меня может легко поместиться И вот эта вот здесь обработана таким глиной или каким-то раствором Ну, так интересно довольно-таки Внутри дерева такая церковь Мне кажется, это уникальная такая штука Лет 400 Класс Ой, только я вся в паутине Вообще, в Грузии очень верующий народ И поэтому я не удивлен, что они из всего делают церкви Какая хорошая идея сделать здесь качели Кругом деревья, поют птицы Сиди только и наслаждайся Качели эти находятся недалеко от дуба, если что И, кстати, когда я пришла туда на скамейку напротив Я даже не видела, что здесь качели Здесь девушка сидела Спасибо ей, что она ушла И я увидела, что это качели Класс Вот послушайте пение птиц Ну вот, нашли Вот мы такое вот чудо в ботаническом саду Смотрите, какой он худенький У него он все впало А у нас с собой ничего покушать нет И он чуть на ногах стоит Вон, я его взял, он упал И заскулил И Воля говорит, что надо его с собой забирать Что-то кормить Вообще, этот сад, конечно же, по размерам не сопоставим с батумским ботаническим садом Но я рекомендую сюда прийти хотя бы на часика 2-3 Тут можно не только посмотреть какие-то растения и прогуляться Но и также посидеть на лавочке Покататься на качелях и просто какой-то улететь в нирвану Подальше от суеты и шума большого города Вот мы сейчас прогуливаемся И Оля сказала, что Не за какие коврижки она бы не жила Вот в этом вот доме И в этом доме, и в этом доме Да? Ну, как это, мне кажется, опасненько Он может в реку уйти, но мало ли что Может, землетрясение, например Ну, зато красиво Вышел сразу, сразу река идет Да, то, что красиво, это да Кстати, я еще издалека увидел, что в Кутаиси есть здесь свой Макдональдс Ну что, давайте зайдем посмотрим, как там вообще обстановочка Ну и здесь в целом вот такая вот атмосфера Прикольно, мне нравится Только что шумновато Ну, в принципе, как в любом Макдональдсе По ценам, ну, в принципе, по ценам Только уж бы все среднее Вот пирожные Цены не указаны Вот мы сейчас посмотрим Вот, можете посмотреть гамбургеры В принципе, все на грузинском Не знаю, русский язык, наверное, нету Да, вот 15 лари 18 лари, 18 лари, двойной 14 Если, допустим, глянуть какое-то напитки То, ну, вот, 3,75, 4 лари 4 в среднем лари, да, какие-то вот такие вот 5 2,5, 6,95 То есть, в принципе, как бы, я не знаю почему Но, мне кажется, что в Грузии, конечно, Макдональдс немножечко дороговат Но вы что скажете? Кто вообще был в Грузии, кто ее могло Скажите, напишите в комментариях Как тут цена вообще? Норма или даже все-таки чуть-чуть скидка завышена? Картошка фри 5,95 5,5 3,65 такая подешевле Наггетсы 5,85, 4 штуки Ну, и вот такие вот примерно А я даже не думал, а в Кутаисе, оказывается, 2 Макдональдса Вот второй Макдональдс Я думаю, что каждый турист, который путешествовал в Кутаисе Либо смотрел видео, картинки в Инстаграме об этом городе Видел такой вот интересный арт-объект Тут бабушка печет хлеб Я вообще долго искал в интернете Спрашивал у местных, что это означает Но так и не понял Единственное, что я нашел, так это то, что Это от бабушки к матери, от матери к дочке Передача старинных грузинских рецептов А так, в принципе, сам по себе Мурал смотрится очень достойно И самое главное, нарисован качественно И да, если вы планируете ездить в Кутаисе На машине, на своей, либо нарендованной Неважно, то внимательно следите Они всегда доверяются навигатору Потому что он, да, может вас подвести Под кирпич, либо по встречному движению Одностороннему и так далее Поэтому направление примерно смотрите Но будьте бдительны А для вашего же удобства Мы все точки и координаты продублировали В описании под этим видео И в нашем телеграм-канале Кстати, в телеграме там вся выжимка С наших путешествий Все точки, локации, координаты А также не забывайте про наш инстаграм Потому что мы с Олей делимся Всеми локациями, эмоциями Все в моменте Так что тоже подписывайтесь И следите за нами онлайн К выбору ресторана мы подходим Не менее требовательнее, чем к жилью Хочется поужинать не как-нибудь, а вкусно Я всегда ищу рестораны на гугл-картах И не рассматриваю все, что ниже рейтинга 4.3 Но тут мое внимание остановилось на ресторанчике С рейтингом аж 4.9 Отзывы все как один положительные А фишка этого места в том, что тут нету меню Да-да Просто с человека 50 лари платится Он сразу же нас заинтересовал И я говорю, Оля, давай попробуем Что это вообще за такая штука А это такой семейный бизнес То есть здесь мать готовит А сыновья, вот они вот ведут этот бизнес Изначально вообще это был частный дом Он был построен около 50 лет назад И это был погреб То есть мы сейчас сидим в погребе Здесь держали вино Ну а сейчас это полноценный ресторан А вино уже держат там видом загородом Но тут как-то все по-домашнему И даже вот видно вот эти вот все фотографии Какие-то атрибуты жизни Я давно хотел, чтобы прийти так к грузину Какому-нибудь вот домой И вот в принципе эта атмосфера Она вот погружает в эту вот обстановку И вот эти все вещи Они наполнены какой-то такой энергетикой, шармом И в принципе ощущаешься как дома у грузина Мы посмотрим, что же входит за 50 лари человека Вообще какие блюда Значит, как апелитив Такой 50 грамм чачи в каждом Вино Это цицка, цоли каури и крахуна Это три сорта вина смешанных И вот получается вот такой вот один графинчик Аж запотевший Салат из помидоров и огурцов с зеленью Качапури по-эмеретински Это купаты куриное говяжье С соусом ткемали Эмеретинский сыр Хали Это морковка или баклажаны С такой ореховой заправкой И кусочком граната Надуги Это сыр с мятой Они лежат в кукурузной лепешке Джонджоли Это маринованная такая зелень И чахахбили Это курица в ореховой заправке И томатном соусе Итак, решила я попробовать апперетип Хоть я и не пью крепкий алкоголь Но все-таки нужно попробовать Очень крепко А закушу я пхали на морковке Это вкусно На морковке я пробовала первый раз А я просто обожаю салат из огурцов и помидор Ну и тоже апперетит Она очень крепкая Ну как крепкая То есть я во рту ее практически не ощущаю Но вот уже внутри она пошла обжигать Я чувствую, что она уже проваливается и обжигает Очень классно И вот послевкусие у нее что-то даже закусывать не надо Круто Ну помидоркой, как обычно Ну давай мы вина попробуем Какое интересное послевкусие Очень приятное И сочетание просто какое-то волшебное Плюс учесть, что этот ресторан специализируется именно на домашнем вине И здесь только домашнее вино свое подают гостям Ммм, да Кстати Сейчас я вот попробовал Был такой один аромат букета То есть раскрылся И вот я сейчас разговариваю И у меня такой послевкусие второй аромат пошел Это говорит о том, что в принципе вино очень хорошее Конечно же это просто восхитительно Просто чехолубили такой аромат идет Орех, чесночок, томатный соус Мясо нежнейшее Даже не хочется разговаривать Хочется просто это есть Ну и в прикуску сейчас попробую джан-джоли Мне нравится, а Ярослав вообще это просто обожает есть Я сейчас понимаю, что сам сыр Он классный Но с тяпешкой На кукурузной Он по-своему интересен Я просто обожаю мясо А здесь еще курица, говядина Это я не знаю, что здесь за оболочка Но само мясо просто шик Но знаете, когда мясо просто разваливается во рту И его даже жевать не надо Оно просто тает Вот это примерно про это Даже соусом кемали Все это задобрить Не зря же его поставили Друзья Однозначно соусом Не чувствуется ни остроты Ничего Вот соусом это совсем другие купаты Как будто я только что порвал другое блюдо Вот кажется Буквально вот какой-то вот соус Ну в принципе крутость какой-то Соус А сделал совсем по-другому вот аромат этих купатов Я тоже захотела уже попробовать все баклажаны с ореховой заправкой Ой, он так нежно режется Вот такой И гранат попал Ммм, так вкусно сок Распредстался Это очень вкусно Я баклажаны, кстати, полюбила только в Грузии Друзья, я теперь реально понимаю, почему в этом заведении 4,9 балла на гугл-картах Все Все Просто все На высочайшем уровне Вы думаете, мы все съели? Нет, конечно Но нам все любезно упаковали в контейнеры с собой Обязательно поделюсь этим местом с вами Ссылочку найдете в описании под видео По возвращению домой мы попали на концерт Который был посвящен Дню защиты детей Как правило, его отмечают в Грузии 1 июня Я люблю такие места, поскольку они заряжают своей энергетикой И в каждой стране это энергия своя А люди и есть главная составляющая этого движа Вот как раз таки сейчас можно посмотреть, как выглядит этот фонтан с ночью Он переливается разными огоньками Сейчас он, допустим, горит розовым Иногда бывает горит желтым и так далее Одна молодежь Играет музыка И в целом, блин, тут атмосфера такая крутая День-то какой Птички поют И жарко Чувствуется, сегодня будет такая большая жара А вот сердечко на дереве Прям напоминает себе, что все в жизни классно И утро начинается именно с приятного Мелочь вот А как он трогает, а? Ну что, как ты выспалась? Отлично просто Я спала без задних ног Удобно, кстати, было спать на новом месте Да мы вчера столько шагов находились Ну да, у меня получилось 30 тысяч шагов Я по телефону посмотрел О, я даже не посмотрела, сколько И, кстати, пока ты мылась Я тут сидел Тут грузины куда-то собирались И тут они что-то выясняли Это вот щебетание их речи Птички поют Так вот, так искала слуха Там кто-то улетел Но птицы, кстати, вот Птицы здесь так поют Вообще глаз И вот мы сегодня сейчас едем по еврейскому кварталу И тут такой аромат летает Еды вкусной И я думаю, чем это пахнет? Ну, потому что что-то знакомое И тут она вспомнила, что это чахарбили Да? Который мы ели в ресторане Ну, прям вот запах такой вот Заставляет слюну выделяться Хоть даже мы и не голодны Мы специально решили посетить еще раз храм Баграта Не в выходные Чтобы понять, насколько часто тут можно увидеть большое скопление людей И вот вам, чтобы вы понимали примерно контрастность Сейчас будний день Вторник, примерно около 4 часов дня И вот, пожалуйста, вообще людей раз-два и обчелся И тут нету этих толп Автобусов туристических Поэтому, если все-таки вы хотите более-менее тишины и уединения То лучше всего приезжайте в будний день И желательно, чтобы это было не вечером, а днем В Кутаиси существует такая достопримечательность, как еврейский квартал Это весьма раритетный квартал, поскольку в Тбилиси аналогичного нет В Ахалцихе он есть, но слабо выражен А в Кутаиси это целая улица и несколько синагог По этой причине квартал уникален в масштабах Грузии И его часто посещают израильские туристы В настоящее время в еврейском квартале Кутаиси уже почти не осталось евреев А в годы расцвета их численность достигала аж до 15 тысяч человек Ну, а двухвековое еврейское кладбище уже почти заброшено Мы встретили мужчину, который раньше тут жил И он с радостью рассказал нам про это уникальное место Когда я был маленький, меня отец постоянно сюда водил И в пятницу вечером, и в субботу после окончания субботы Суббота у нас начинается в пятницу вечером, когда заходит солнце Здесь у нас все было забито Как бы по-другому у нас называлось Это купленные места были, пофамильно Вот эта улица Шаумяна, которая вдоль идет Вот она улица Шаумяна Это была вся еврейская, весь еврейский квартал был До конца Здесь грузинов вообще не жило Вот сюда сдавали всегда деньги Вот, называется СДК Это по-еврейски Вот, ну и сейчас вот видите, в упадке Ну, поддерживает, Израиль поддерживает И многие, которые уехали, как воспоминания, они всегда поддерживают именно деньгами Вот здесь находятся за занавесками главные молитвенные книги И когда большие праздники были, открывались ворота, как бы, или занавески Выносились молитвенные книги Да, круглые Из двух частей состоят Сколько им лет? 120-130 лет им А самые старые находятся в Израиле 138 лет этой синагоге Вот здесь молитвенник у каждого Вот Книга фамильная передавалась Ну, сейчас видите И обязательно у всех шапочка Иди сюда Антихрист Антихрист Вот Вот такая вот у меня тоже С шапочкой Возьмешь на память Нет, так это ж, наверное, чужой Это ж кому-то, наверное, надо Я тебя прошу, здесь уже никого нет Видишь, один человек молится Один человек молится Это все молитвенники У каждого вот в этом ящичке был свой молитвенник Вот видите, даже уехали люди Навсегда в Израиле Все равно все осталось У многих Ну, у кого-то нет С собой забрали в Израиль Уже никто не ходит сюда Поэтому вот так вот А туристы приезжают? Туристы, конечно, приезжают И он всем открывает Туристам, да Здесь очень хорошая акустика Когда человек здесь молился Все слышали Вот это практически была Еврейская школа 10 Здесь учились только евреи Это маленькая Синоболка Тут тоже акустика Обратите внимание Когда дети вступали В совершеннолетие Это в 13 лет То им давали эту Тору Открывали вот здесь И он читал А почему это было сделано Еще в древнем мире Потому что еврею истребляли Они вечно были в гонениях По пустыням ходили И чтобы род продолжался Как только мужик и усики пошли Он мог вступать в брак Перед тем, как отвезли на кладбище Приносили сюда Клали вот так вот гроб Клали гроб Проходила прощальная молитва И потом отвозили на кладбище Евреев хоронили у нас без гроба Гроб был одноразовый Один гроб И на 10 лет вперед Пока не разрушился гроб Хоронили в одном гробу Все хоронили Отвозят на кладбище И хоронили в простынях В белых простынях Это все был еврейский район Здесь жили только евреи Вот все, что вы видите Это все евреями построено Все евреями построено Шалом, шалом Вот мой родственник Он держатель за истиногогу Вот его похищали два раза О котором я говорил Амарджубат Агиравар, папешу леби Домино играют Вот это синагога Давай нахер Вот Он немножко уже постарел Вот он держатель этого Все, Марглоп Сейчас мы гуляем по улице Иерусалим И я вам рекомендую сюда зайти Чтобы прочувствовать весь контраст Шумного города И вот этой здесь тишины Такая приятная улочка с домиками Евреи же здесь, конечно же Уже не живут такими большими общинами И разбрелись по всему Кутаисин А некоторые разбрелись и по всему миру Но тем не менее Этот портал стал не менее Колоритным и интересным Потому что все эти дома Они остались такими же Какими они были 50 и 100 лет назад И даже этот вот отель В котором мы сейчас проживаем Он изначально был большим еврейским домом Здесь проживало аж 4 семьи Потом уже тут уже стали жить грузины И даже эти вот двери Они такие, какие они были Изначально постройки этого дома Хозяин отеля хотел поменять их На более современные Но власти города не дали Потому что хотят сохранить Именно тот облик этих домов И сам колорит этого места Как он был изначально Много лет назад Я уже в предвкушении того Что мы увидим и услышим дальше Пойдем Друзья, мы сейчас находимся На Кутаисской дамбе И посмотрите, какая она огромная Больших она масштабов И вот отсюда открывается вид На реку Реони Вон там он храм Баграта И вот посмотрите, какой просто Здесь поток воды Если честно, то это волнительно Шумно И немножечко страшно Гидроэлектростанция была построена Во времена правления Сталина Поэтому первое десятилетие Своего существования Она носила имя великого вождя Мощность ГЭС доходит до 48 мегаватт А с 1951 года Система управления гидроэлектростанцией Стала полностью автоматической Какие у тебя впечатления, Оль? Такая мощь Такой звук Такой поток воды Сколько здесь воды, интересно Все перебирается Переделывается Или перерабатывается Не знаю, как сказать Дамба Это всегда мощно и красиво Особенно, когда ты находишься в безопасности Я вообще стою на самой такой площадке Слева от меня сама река Реони Она чуть ниже, где я стою Может быть на метр полтора-два И здесь справа от меня сразу же такой обрыв Где эта вода бурлит И прям очень низко И ты ощущаешь, что немножечко у меня даже коленки подкашиваются И здесь 4 замка И сами замки поднимаются большими такими сильными, мощными цепями Очень круто Я рекомендую каждому, кто будет в Кутаисе И у вас будет время заехать сюда Мне прям очень это нравится И вот этот вот шум и масштабы прям поражают Все-таки так интересно получается С этой стороны течет такая тихая, спокойная река А здесь уже начинается вот этот масштаб и величие воды Аж так приходится разговаривать громко, чтобы тебя могли услышать Здание парламента строилось с 2011 по 2012 год Сюда 26 мая на День независимости Грузии в 2012 году Переехал весь новоизбранный парламент Грузии из Тбилиси Здание было спроектировано испанским архитектором Альбертом Доминго Кабо Своего рода отцом новой грузинской архитектуры Именно он в свое время построил стеклянное здание МВД И учредил моду на стеклянные полицейские участки Именно тут обсуждали судьбу народа и законы Но после ухода с власти Михаила Саакашвили парламент постепенно стал переезжать в Тбилиси И в 2019 году он переехал полностью Теперь же, к сожалению, здание парламента остается заброшенным Но мне кажется, что если бы здесь парламент до сих пор существовал То город Кутаиси немножечко еще больше преобразился А вы как думаете? Напишите это в комментариях Были также сообщения о структурных проблемах самого здания парламента Потому что вот этот стеклянный купол снаружи пекло солнце И от этого получался целый парник, теплица И кондиционеры работали на полную мощь и еле вывозили эту жару Мы много путешествуем по Грузии И рекомендуем отъезжать в те места, которые находятся не только в черте города Ведь именно там можно увидеть всю красоту природы и регионы Храм Моцамета находится в 6 километрах от Кутаиси А добраться можно недорого на такси Монастырь расположен на живописном утете на изгибе реки Цкалцители Название монастыря, которое буквально означает место мучеников Связано с братьями из благородного рода Аргветти Давидом и Константином, которые организовали восстание против арабских оккупантов в 8 веке По пути в Моцамету, Боля, тут увидела такой выступ от скал Мы здесь стали, и вот открывается вот такой шикарнейший вид на горы, ущелья И смотрите, как птички поют То есть это к тому, что просто можно идти на какие-то уже явные достопримечательности Но отходить в стороны и видеть еще не менее красивые места Мелодия Это вон колокольчики здесь Ку-ку, коровка Вот, они все веселые Перед тем, как заходить в сам храм, надо надеть шампучку Здесь очень красиво, такой каньон, река, так тихо И сейчас цветут деревни, походу липа Или что-то такое похожее И так приятно пахнет Полное умиротворение Там вот далеки горы И здесь под боком Ой, очень красиво Если вы в хорошей физической форме, то можете, как и мы, спуститься к реке вниз Одна только дорога оставит вас под большим впечатлением И вот я который раз убеждаюсь, вот скала, такая вот большая Такая вот тропинка И здесь дерево Видите, где оно выросло? Семечко попало туда Это же как жизнь хочет существовать Что даже здесь можно найти место И, в принципе, неплохо себе даже разместиться В принципе, если бы я знал, что возле монастыря есть речка Я бы все-таки взял бы еще и плавки И с удовольствием бы искупался в этой воде Обратите внимание, она чистая Ну, сейчас посмотрю, как она по температуре О, да, точно Сегодня вот начало июля И она здесь уже прогревается В принципе, для того, чтобы можно было купаться Вон там ребята уже прыгают, купаются Вон там наглушки квакают Да, это место находится не в самом городе Кутаиси Это скорее, наверное, где-то около окрестностей Кутаиси Но все же я рекомендую даже, когда вы приезжаете какие-то большие города Просто съездите на места, которые есть рядышком Даже спросите у местных гидов И наверняка эти места будут намного круче, чем сами городские достопримечательности Кстати, у нас на канале есть видео, где мы взяли в аренду кабриолеты И ездили вот именно по таким местам вокруг Кутаиси Таких, как водопад Кинчхаха, Моргельский каньон там и другие Посмотрите, ссылочка будет в описании Вы там много чего интересного для себя увидите Ну, когда-то он, наверное, был рабочий, функционировал Но сейчас я уже вижу, что по нему стрёмно Не то, что ходить на него смотреть стрёмно Ну, а вот, собственно, и сам мост Я, судя по тропинке, вижу, что сюда все-таки люди ходят, да? Потому что трава притоплена И кто-то туда вот переправляется Но я не знаю, насколько надо, не имея чувства страха И самосохранения, чтобы ходить по этому маску Не на него смотреть страшно А тебе? Или сходишь все-таки? Да, конечно Ну и раз мы находимся в Моцамета То решили заехать в не менее восхитительное место В Гелатский монастырь Путь к нему также не длинный Занимает всего 6 километров Гелатский монастырь и Академия Это исторические памятники 12 века Комплекс был основан знаменитым царем Грузии Давидом IV Во времена самого процветающего исторического периода Средневековой Грузии Золотого века Гелатий на протяжении веков был центром грузинской, монашеской и образовательной жизни Он также стал местом захоронения грузинских царей В путешествия по Грузии мы с Олей часто заезжаем и в монастыри Да, здесь можно поймать такой свой душевный вайб и уединение Вот птички поют, да, сама атмосфера классная Но еще нам нравится то, что все монастыри в Грузии находятся просто в классных локациях Поэтому если вы хотите увидеть завораживающие виды природы То вам точно в какие-нибудь монастыри Потому что их строят вот с такими вот сказочными, завораживающими пейзажами Сюда мы приехали уже уставшие Но я об этом не жалею Потому что здесь невероятно откроются виды Это просто разрыв сердечка И само место такое тихое, атмосферное С большой историей В этом видео всего лишь за три дня Мы вам показали те локации, которые нам показались наиболее интересны Но на самом деле еще есть куча мест, которые мы не посетили в этом городе И мы уверены, что это небольшое пособие поможет вам скрасить свое путешествие И сделать его более ярким и насыщенным Мы хотим также, чтобы вы нас отблагодарили, поставив лайк этому видео Написав комментарий и поделись этим видео своими друзьями Потому что алгоритмы Ютуба так работают, что благодаря этому видео и продолжает двигаться Поэтому, друзья, мы на вас очень надеемся Всем пока, друзья! Пока!